Всем привет с вами Атом, добро пожаловать в Харцев, Iron 4 и наконец-то вышла версия 1.10 У меня сейчас пресс-версия, то есть снимаю немножко заранее, ну и собственно у нас в голосовании победила Турция В этом DLC обновлении добавили Турцию, Грецию, Болгарию Также небольшие изменения Румынии и Югославии, ну и как таковых изменений по сути-то и больше и нет в этом DLS Ну и в общем-то погнали, ну и также перед началом ролика хочу порекомендовать вам подписаться на наш канал, не забыть оценить ролик Ну и оставляем свои комментарии, всем приятного просмотра И мы уже с экрана видим демилитаризованный пролив Босфора и нам предстоит это все устранить, возвысить нашу нацию снова Потому что мы пойдем по пути восстановления Османской империи Многие бы хотели именно такой путь, поэтому я решил пойти именно так Итак, в общем-то у нас со старта есть не национальное даже население Это у нас вот эти местные тварищи Это у нас Курдистан Все-таки не сильно они подчиняются нам, не хотят, ну и собственно не становятся нашими национальными Но мы при этом имеем 2,5% военнообязанного и в принципе у нас армия сама по себе достаточно неплохая Ну и добавили также с этим обновлением видеоролики То есть можно теперь смотреть наводки То есть наводишь, у тебя тут выскакивает плашечка и можешь посмотреть что-то как Для новичков я думаю достаточно полезно будет, потому что обучение в игре стартовое, ну по крайней мере раньше, оно абсолютно никакое и звать его никак Теперь мы обратимся к решениям и событиям Фундаменталистское управление государством В нашей стране есть те, кто не был готов к такому резкому увеличению роли религии в жизни турецкой нации Они требуют мягкого подхода, но нельзя, чтобы подобные люди мешали нашему прогрессу Нам надо, чтобы во всех регионах сопротивление идеям кемализма ушло и нам надо начать операцию против фундаменталистов И тут мы с какими-то вероятностями что-то только получим и за это мы тратим 100 политвластий Курдская проблема преследует нас с самого основания республики и становится все заметнее Буйный национализм и обреченные попытки строительства нации грозят разрушить наследие войны за независимость Мы не можем допустить ни единого сценария, в ходе которого от нас отколется свободный Курдистан Нам надо только устранять повстанцев А для этого нам надо на каждый регион по 100 политикой уже 400 Собственно неплохо, и это только еще с вероятностью какой-то Дальше мы можем вернуть Ататюрка на службу и Кемаль Ататюрк станет фельдмаршалом Это конечно неплохо и хорошо достаточно Мы в любом случае получим 5 стабильностей поверх Дальше мы можем принять немецких и итальянских ученых Ну собственно как у союзников в Британии и США есть такая плюха Еще у Канады вроде Дальше с решениями у нас на ресурсы И в принципе на ресурсы по ходу дела расширили решение И теперь они куда больше дают Может быть их вообще больше Потому что у нас в принципе хрома мое почтение на самом деле Это при этом инфраструктура далеко не самая топовая Так, давайте со старта тогда агентство Дальше у нас Мустафа Кемаль Ататюрк Отец турков, стабильность 30% Ну и законы тоже сниженной цены У нас идут нейтралитет соответственно у нас И есть у нас кемалистские офицеры Получаемый опыт армии минус 10 Ну не очень приятно конечно Стабильность плюс 5 и максимум планирования плюс 10 Ну такой спорный баф Конечно, дебаф, баф Проблемы фанатиков 100 минус минус 15 Поддержка войны минус 15 Турцию одолевают внутренние разногласия Возникающие на идеологической, религиозной и этнической почве Кемалисты надеются превратить Турцию в светское государство Но среди населения велика доля тех Кто настроен решительно против самой концепции секуляризма На востоке курдский народ доставил турецкому правительству немало проблем И похоже готов бунтовать против ассимиляции Чтобы уладить разногласия в государстве Нужно решать их либо ласковой рукой, либо железным кулаком И неорганизованной вооруженной силой Прилично такой неприятный дебаф Ну и собственно у нас есть со старта совет по задолженностям У нас убирает просто политки Ну в общем дебаф на самом деле настоящий Но при этом на промышленность небольшой баф на исследование конечно КБхи все переделаны Очень хорошие на самом деле советники Как я посмотрел У Турции интересные, прикольные Достаточно оригинальные Ну и самое это одно из главных ветка фокусов Она достаточно немаленькая Пути как вы видите у нас тоже немало По развитию Ну и они постоянно будут появляться Здесь у нас ветка армии Она не супер крупная Но при этом тут бонусы 150 Такие вот серьезные бонусы 170 где-то Где-то есть 100-300% Хорошие бафы И в принципе за счет этого можно подвосстановить немножко армию У нас конвенция монтарю Чтобы милитаризировать фосфор Есть мир в родной стране Либо восстановить турецкий революционизм Тут у нас получаются разные тоже пути Слушайте настолько много всего что Успей все это исследовать Вот серьезно Тут игра раньше закончится Пока ты все фокусы возьмешь Скорее всего Я точно не знаю Я даже не прогонял В общем у нас здесь Повернуть к прошлому есть ветка Разумеется Вернуть Османскую империю Дальше Изменить турецкую внешнюю политику Где мы англо-турецкое соглашение Или договор о немецко-турецкой дружбе Либо советский пакт о ненападении Либо мы отдаем приоритет целостности Балкан И реформируем Балканский пакт Балканская Антанта же Ну в общем-то поехали Конвенция Монтрео И посмотрим что да как будет Регионов мало вкачанных Также модельки иконки всякие есть Разумеется Ну и в принципе по балансу Как я понял вообще ничего не меняли К сожалению Очень маленькие там изменения И они почти ни на что не влияют Давайте исследуем тяжелый танк Будем САУ использовать Ну пока все на пехотку кинем И строить мы можем в принципе Достаточно немало хороших кораблей Но у нас есть 31 дивизия Это так-то немало Я забыл про шаблоны Восемнадцатая обычная Двенадцатая 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 И шестнадцатая Легко-кавалерийско-танковая Ну хотя более-менее Потому что от разрабов Почти нет адекватных Хоть как-то адекватных шаблонов С танками Это конечно печально Пока давайте всех В одинаковый шаблон Двенадцатый переделаем В принципе мы ничего Из этого не потеряем Надеюсь Тут хорошо промышленности нету В этих регионах Поэтому нам как-то Немножко фиолетово Вон мы уже видим Болгар С их формой Кстати да Как наши выглядят товарищи Тут греки Форма мне кажется Хуже чем стандартная В общем-то Другие страны мы рассмотрим Позже Либо Если был уже стрим То можете посмотреть Если будет То будет Еще так же стрим А нет собственно У нас И закупаться Сталь А у нас сталь закупают Нифига себе Раньше за Турцию Нифига не закупали А тут закупают И вот у нас Турецкие агенты Что-то может даже Интересное Казахстанский Турецкий И советское Одновременно И Соединенное Королевство Оказывает поддержку Стэнли Болдуин Выдвигает заявление В котором говорится Что Соединенное Королевство Намеревается помочь Нам вернуть контроль Над своими проливами Поддержка государства Соединенное Королевство Много для нас значит И значительно усилит Нашу легитимность На мировой арене През рост Поддержки войны А Советский Союз Уступает против Нашей ремилитаризации Проливов Официальные представители Государства Советский Союз Ясно дали понять Что находят Наш односторонний захват Турецких проливов Незаконным И пойдут на крайние меры Чтобы отменить Наше решение Несмотря на давление Со стороны наших дипломатов Советские официальные лица Отказались Исключить возможность Военного вторжения В государство Турция Сохранить текущее положение Дел невозможно Что без сомнения Понимает и Советский Союз Если мы предложим Компромиссное решение Со свободным доступом Ко всем черноморским странам Государство Советский Союз Будет вынуждено Его принять Чтобы не стать Парей На международной арене Либо мы предлагаем Компромисс Чтобы все могли проплывать Либо никаких Компромисс Мы сделаем все как надо Давайте предложим Все таки компромисс Может быть они согласятся И Турция Ремилитаризует Турецкие проливы Турция и Советский Союз Приняли решение Пересмотреть Лозанский Мирный договор Подписанный И вступивший в действие Когда новоиспеченная Турецкая республика Прогнала Антанту Со своих Земель Во время Турецкой войны За независимость Долгое время утверждалось Что договор Угрожает Турецкому Суверенитету Но Сегодня Наконец В него Внесли правки Согласно Недавно Утвержденной Конвенцией Монтря Отныне Турция Полностью Контролирует Все пути Через Турецкие Проливы Также Турция Ремилитаризует Все государства В их окрестностях Британские Наблюдатели Принимавшие Часть В процессе Довольны Что конфликта В регионе Удалось избежать Освободились Ну а мы Полностью Интегрируем Ишбанк Это дает нам Политку Ставит Свободную Торговлю Хотя она и так Вроде у нас Стоит Но и Политка Чуть побольше Мнения Давайте Хотя бы Тайную Полицию Поставим Потому что Неприятно Так Пофильм Маршал У нас Есть Как Маг Серьезно Такой Товарищ Достаточно Слушайте У нас Генерал Это Мое Почтение Прям Поборник Кемолистов Разные Но мы Походу Как я понял Кемолистов Будем Смещать Поэтому Скорее Всего Нам Надо Ставить Который Без Этих Бафов Является Поэтому Давайте Так Наверное И теперь Ратифицируем 6 стрел Закон Открыто Решением Ну пока Разумеется Ставим Рабочую Лошадку Или Минус 5 По Фабрикам Или Скорость Тридцат Наверное Минус 5 Нам Сейчас Будет Фактор Еще Не До Должны Верить Что Нашу Нацию Не Развалит Изнутри Республикам Дает Стоимость Неделю Поддержка Нейтралов Это У нас Должностные Всяки Популизм Национализм Реформизм Либерализм То есть Нам Надо Все Вот Это Прожимать Как я понял Дальше Мы Можем Создать Саабадский Пакт Пригласить Афган Иран Ирак Получить Стабильность Дальше Кстати Просто Полит Власти Или Промышленники Используя Политическую Власть И прочие Средства В нашем Распоряжении Мы сможем Усилить Наш Растущий Класс Промышленников Чтобы Тот Вкладывал Ресурсы В возведение Гражданских Фабрик Военных Заводов Для Государства Спонсировать Образование Давайте Наверное Тогда Сабадский Пак Дальше Мысли Так Тяжелые Сау Сразу Пойдут Потом В производство Слушайте У нас Есть Еще Дополнительный Баф Лояльность Кемолистов Для Территории Которая Дает Война Обязан Населению Местную Скоро Стрит Не Дурно Так На Сам Деле А Нам Надо Что Это Выполнить Чтобы Это А Я Тут Думал Тогда Промышленников Берем Призываем Афганистан Подписывает Сабадский Пакт Мохаммед Захир Сах Проявил Большой Энтузиазм Когда Мы Предложили Им Проект Мирного Договора И Пакта О Ненападении И Сразу Подписал Документы Теперь Заручившись Его Поддержка Мы Стали На Шаг Ближе К Достижению Мира На Остров И Нашим Вооруженным Силам Пришлось Бежать С Территория После Изнурительного Сражения С Мятежниками Сепаратистами Высшие Чины Правительства Верховное Командование Шокированы Таким Поворотом И Призывают Немедленному Ответному Удару По Заполонившим Регион По Станцам Дет Публичных Заявлений Но В честном Порядке Военному Командованию Приказано Подготовить Ответную Операцию И Покарать Унтощиков За наши Потери Минус Пять Починение Плюс Здесь Сопротивление Без Стабин Минус Печаль Еще Раз Разбит Вот Это Мне Нравится А Выиграли Долгий Бой Сепаратистами За нами В итоге Национализировать Да Получается Так Реформизм То есть Мы просто В ноль Убрали Сопротивление Зато В этом Регионе Хорошо На этом Серия Подошла К концу Если вам понравилось Не забываем Ставить лайки Подписываться Всем спасибо За просмотр Всем удачи Всем пока